Программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгаура. Я рада приветствовать в этой студии главного редактора журнала «Нью Таймс» Евгению Альбатс. Здравствуйте, Женя. Добрый-добрый день. Ну, понятно, что тема акции 12 июня у нас первая, потому что идут суды, они продолжаются, собственно, со вчерашнего вечера, продолжатся завтра. Уже есть и административные дела, и там, видимо, уголовные будут. Будут 30 суток ареста Алексею Навальному, 15 Яшину, 15 Гальперину, сейчас судят Рубанова. Вот главное, что по впечатлениям от вчерашнего дня, что для вас там было самое важное? Нет, там много всего было важного, не будем все в одну кучу совать. Теперь, что касается задержаний, вчера УВДНХО передавало 850 человек было задержано в Москве, из них на ночь оставили 32. В Питере было 500 человек задержано, вроде бы было составлено 300 протоколов. Однако, значит, в целом по стране, насколько я понимаю, примерно полторы тысячи. Для Тамбова, где задержано 40, это очень много. В Сочи 40, в Туле 17. То есть вот там, где это совсем непривычная история, это, конечно, воспринимается как много. При этом надо заметить, что очень многих, значительно меньше, стали составлять протоколов. Нет массовых судов. Вот я перед тем, как ехать сюда, специально позвонила Сережу Смирнову из медиазоны, или говорила с ребятами из ФБК. Значительно нет массовых судов, нет массового составления протоколов, как было 26 марта. Задержали, привезли, подержали, отпустили. Вот это, так сказать, примерно дают длительное задержание лидерам. Навальный 30, там Навальный, Ящин, Рубанов, то же самое происходит в Питере. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, власть не хочет загружать суды вот этими бесконечными разбирательствами, которые кончаются одинаково, и это все время создает информационный повод для СМИ. В этом смысле власть становится умнее. И самое главное, что понятно, что они понимают, у них ведь в голове совершенно вождейская модель у власти. Им кажется, что вот мы сейчас посадим зачинщиков, и все остальные заткнутся. Они не понимают, что сейчас совершенно протест новый для нас. Это протест во многом связанный с самоорганизацией. Он во многом связан с сетевым сообществом, с общениями людей по горизонтали. И вот этой жесткой вертикали, которую мы всегда себе представляем, Путин и все остальные, я не знаю, Ельцин и все остальные, я не знаю, лидер партии, я не знаю, Явлинский и все остальные, вот эти все эти вождейские варианты, они сейчас уходят не только потому, что сменились политики, но и потому, что сменился, если хотите, избиратель. Он совершенно стал другой. Этот молодой избиратель, он способен сам договориться, сам выйти. И то, что мы видели вот в этом замечательном ролике, который выложил у себя на сайте газеты ведомости, когда девочка говорит, что ну да, могут задержать на 15 суток, но это все лучше, чем 20 лет жить в нищете. Вот это поразительно точно. Вот эти молодые ребята, да, конечно, они плохо себе представляют, что такое 15 суток в изоляторе временного содержания, и все удовольствия с этим связаны. Но тем не менее, они готовы даже потерпеть, но они точно понимают, что нынешнее устройство власти в России им не оставляет никаких шансов. Если говорить о том, как была перенесена акция с Сахарова на Тверскую, у вас вчера в программе был Леонид Волков, который объяснял, что, собственно, произошло. Кстати, этот эфир можно найти на сайте Эхо Москвы, почитать, посмотреть, если вдруг пропустили. Там был Ходорковский, Леонид Волков и Глеб Павловский. Как вы видите эту ситуацию? Можно ли говорить, что здесь кто-то кого-то переиграл и кто-то кого-то развел? Значит, смотрите. Мне кажется, мне казалось так вчера, что это была слабая позиция Навального. Потому что ведь Навальный отличался от всех, абсолютно от всех остальных политиков в России, что он не жаловался на то, какая трудная жизнь в России. Он как бы по умолчанию. Да, в России заниматься политикой опасно и тяжело. Да, но записали, запомнили и забыли. Дальше как в этом побеждать? Вот мода с поведением Навального, не жаловаться на то, что у нас в очередной раз что-то нам мешает, когда мы танцуем, а находить варианты, как проблему обойти. Поэтому, когда я слышала вот эти их стоны и жалобы по поводу того, что вот здесь звук отказали, там не разрешили, сцену не дают, мне казалось так странно, потому что, я должна сказать, что с тем жеством Алеши Навального мы организовали митинги в 2004, 2005, 2006 годах и пригоняли грузовики с колонкой. В общем, думаю, что можно было какие-то, так сказать, найти варианты. Да, это была бы не суперсцена и не было бы там, так сказать, больших экранов, на которых они бы показывали то, что не вошло там в фильм «Он вам не Димон» или что-то еще. Но вполне можно было бы, так сказать, разговаривать с людьми. И мне казалось, что это слабое. Понимаете, вот Навальный, вот его не пускают на телевизор, что делал Навальный? Он сделал свой телевизор. Понимаете, мало того, что там этот «Вам не Димон» посмотрели, там что-то 27 миллионов, да, но вы посмотрите, его обращение накануне 12 июня посмотрело, по-моему, полтора миллиона человек. Буквально за, там, меньше, чем за полсуток. Значит, он человек, который все время доказывает, я умею выигрывать. Ребята, вы ко мне присоединяйтесь, потому что я сказал и я сделаю. Я способен пробить эту брошу. Это очень важная история. Поэтому мне казалось, что у него слабая позиция. Я внимательно читала и то, что писал и Андрей Колесников в «Видомостях», и коллеги в «Фейсбуке», и в РБК. В общем, везде, где только возможно, я все это прочитала. И, вы знаете, я увидела, мне кажется, совершенно очевидную корреляцию. Она заключается в том, что люди моего поколения, то есть люди, которые выросли при советской власти, почти все говорили, вот, Навальный не должен был это делать, он пошел на обострение, он, значит, это рискованно, он, значит, люди рискует тем, что люди сядут в тюрьмы, ну и так далее, это безответственно, и так далее, и так далее. И вот, или как Лев Пономарев заявил на Сахарова, видимо, внимательно слушаю Виолетову Волкову с трибуны, значит, заявил, что Навальный испортил протест. Вот эта позиция «нам сделали плохо», она характерна, мне кажется, для людей, у которых воспитание, жизненный опыт и, если хотите, возраст, уже не позволяет попадать под дубинки. А есть другая позиция, которую мы увидели среди молодняка, причем не только тех, кого сейчас называют «школотой», не только совсем пацаны, а и люди там 20-30 лет, которые, наоборот, в этом увидели сильный шаг. И он заключается, как мне кажется, в следующем, в том, что Навальный сказал, знаете, вот я по вашим скотским правилам больше играть не намерен, и я не хочу людей звать, чтобы они тоже соблюдали вот эти скотские правила. Вот вы посмотрите, что получилось. Им разрешили, значит, они согласились, нет ни Тверская, нет нишествий, митинг, проспект Сахарова, да, все замечательно. А потом вам сказали на согласовании в мэрии, ну так мы вам там не позволим никакой ни сцены, ничего. Это кто такие эти люди в мэрии, кто себе позволяют сказать, они не позволят, они кто? И кто-нибудь избирал. Это люди, которые живут на нашей налоге. И они себе вот так вот, это понимаете, и вдруг я поймала себя на том, что мы давно уже, мы должны прерваться, мы давно привыкли вот подчиняться. А Навальный сказал, стоп, ребята, ша, больше не будем. Сейчас прервемся на несколько минут. Продолжается программа «Особое мнение». Это особое мнение главного редактора журнала «Нью Таймс». Все свежие материалы, кстати, на newtimes.ru в свободном доступе, если я ничего не путаю. Спасибо большое. Говоря об Алексея Навальном, можно ли здесь говорить об ответственности политика? Потому что вчера как раз все-то расскандалились по поводу того, что провокация не провокация, да как он мог, да зачем он позвал. Вот ответственность политика, это что? Но, смотрите, вот это вот я вчера читала, слушала и все время задала вопросы. А памперсы никому не надо поднести? Может быть, кому-то прокладки нужно? Так тоже надо сказать Навальному, чтобы он не забыл это захватить. Ребят, прекратите. Это совершенно патриархальное отношение к политике. Мы все взрослые люди, и мы все отвечаем за свои действия. Вот это бесконечное обсасывание вопроса ответственности политика. Политик, безусловно, отвечает за свои действия. В том числе не вести баранов на водопой. В том числе не вести баранов под нож. Вот Навальный, с моей точки зрения, выстраивает ровно противоположную стратегию. Нас хотели в загончик, чтобы мы там немножко постояли. И, может, разрешат музычку, а, может, не разрешат музычку. Это, знаете, в дом культуре. Вот я в Архангельской области работала при советской власти много, в газете «Северная комсомолец». И много очень было там во всяких домах культуры в разных забытых богом углах. Вот там ровно так и было. Вот мы вам сейчас разрешим тут немножко музычки. Вы немножко потопшите здесь, потом мы свет выключим, и вы все малые дети 20-30-40 лет пойдете спать, потому что больше мы вам не разрешаем. Вот это надо забыть. Человек сам определяет и решает свою судьбу. И сам несет ответственность за себя. И не надо ждать, никаких костылей нет и не будет. Костыли нужны тем, кому они действительно нужны, тем, кому вы, Таня, помогаете в палеотивных отделениях, в детских домах, кому мы все собираем деньги для дома с маяком и так далее. Вот эти люди, больные или пожилые, они действительно нуждаются в том, чтобы мы им помогали. Все остальные люди поступают в соответствии со своим рациональным подходом к жизни. Те, в чьих интересах сделать так, чтобы Россия была свободной страной, в которой люди были бы нормальные социальные лифты, была бы сменяемость власти, где перестали бы красть, если не каждый третий, то каждый четвертый бюджетный рубль. Так вот, те, кто заинтересованы в этом, они должны понимать. Никто больше, как это было в конце 80-х годов, когда Горбачев дал нам свободу, никто больше нам свободу не даст. Либо мы ее возьмем, либо мы так и умрем рабами. Поэтому никакого другого варианта у нас нет. Но, понимаете, мне просто... Я, честно вам скажу, я прибываю... Меня очень занимает эта история, потому что я понимаю, что Навальный пытается навязать Кремлю свои правила игры. Это очень выигрышная стратегия, очень правильная стратегия. Риски? Да, безусловно, риски есть. Опять я читала, уже не помню, то ли у Андрюшка Колесим, то ли еще где-то, о том, что вот он отсек от себя электорат. Ничего подобного. Как раз история авторитарных режимов как раз показывает, что за ним пойдет не только молодняк, но и пойдут люди, которых сейчас мы называем умеренные, люди моего поколения, потому что в нем он не боится. Это ужасно важно. Понимаете, это чувствуется на кончиках пальцев, что этот парень ничего не боится, что он абсолютно убежден в том, что он делает, он верит в то, что он говорит, он смел, он мужественный, и он готов за это бороться. За такими и идут. Ведь лидеры – это не те, которые похожи на нас. Лидеры – это те, которые способны на шаги, на которые мы не сразу решаемся. Так что теперь я много опять слышала и читала про то, что вот они все это заранее все придумали, это была на самом деле такая конспираси, не как там можно было 10 раз найти этот звук, и то себе пятое, и десятое, и на самом деле они все заранее так и придумали. Я видела фотографию, которую Женя Фельдман снял в суде в Симоновском, Алеши и Юлии Навальных. Вот я как-то по этой фотографии, у меня нет ощущения, что он так уже обрадовался тому, что его закроют на 30 суток. А ведь он отлично понимал, что если на 30, то на 20 суток его точно закроют. Я уже не говорю о том, что у него больной глаз, и мы только сняли швы, а вот специально для этого летал в Испанию, и ему надо там капать, и не дай бог, так сказать, ему нельзя позволить никаких ни ударов, ничего, и так далее. Серьезная история у него с глазом. Он по-прежнему этим глазом видит, может, если не 15%, но не намного больше. Поэтому я не думаю, что чего-то заранее они придумывали какой-то конспирологический вариант. Я думаю, что 11 июня, когда они поняли, что их загоняют в угол, они себе сказали, если мы согласимся на то, что нас загоняют в угол, нас так и будут и дальше загонять в угол. Бесполезно заниматься политикой, если ты не способен сопротивляться. О реакции властей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал акцию 12 июня на Тверской улице, цитирую, «подлой и опасной провокацией, только чудом никто не пострадал», сказал Собянин. «Нам всем повезло, что обошлось без крови». При этом полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно, добавил Собянин. Я читаю вам это по сайту. А я вот хочу сказать Сергею Собянину, что я считаю оскорбительным, как внучка человека, который был расстрелян по сталинскому списку. Я считаю абсолютно оскорбительным, что в центре моего города, где я родилась, где с покровки 11 забрали моего деда и расстреляли, где жили мои родители, вот в центре моего города ходили люди в форме НКВД. Это настолько оскорбительное и омерзительное, Сергей Семенович. И вам это не простится, потому что вам мертвые. Вот помяните мое слово. Такие вещи не прощаются. За этой формой НКВД миллионы расстрелянных. За этой формой НКВД тысячи людей, которые ставили на стойки, как Николая Ивановича, академика Николая Ивановича Вавилова, великого генетика. Тысячи людей, кого кололи пробочками. Таких, как... Тысячи людей, как Фатима Дадаева, о которой я писала, которые за волосы прицепили к стеге, и она 7 дней висела, пока не умерла. И вот эти скоты позволили себе вывести на улицу людей в форме НКВД. А еще один скот, да, пусть они подают на меня 150 исков. Его зовут Герман Стерликов. Он привез, значит, грузовичок с хлебом и написал, хлебушка хватит всем в форме сотрудников НКВД скидочка. Вот это подлость. Это... Я поражаюсь. Кириенко не глупый человек. Как он мог позволить в стране, в которой... Мы до сих пор ходим по костям людей, расстрелянных в ГУЛАГе. Сейчас вон в Петрозаводске судя Дмитриева, который нашел 10 тысяч одной из самых больших захоронений расстрелянных в представительстве Беломорканала. Как можно было себе позволить, чтобы люди в форме НКВД... Это память об этих кровавых монстрах. Чтобы они разгуливали по центру нашего города. Вот это непростительно. И это ни Собянину, ни Кремлю простить нельзя. В стране языков такое делать нельзя. Это не просто дурной тон и дурной вкус. Это оскорбление. Это оскорбление нашей памяти. И оскорбление наших убитых. И оскорбление всех тех, у кого нет ни бабушек, ни дедушек. И у кого лежат свидетельства о том, что 10 или 25 лет без права переписки, умер от воспаления легких, инфаркта был расстрелян в казематах Лубянки или рядом. Вот это абсолютно подло, отвратительно и оскорбительно. Вы апеллируете к Сергею Кириенко за то время, что он в администрации президента. У вас что, сложилось впечатление, что он на что-то влияет? Я думаю, что, ну, конечно, он на что-то влияет. Я думаю, что, конечно, он на что-то влияет, хотя мы много раз про это писали, он, конечно, проигрывает силовой части. Это безусловно. Но меня совершенно не важно, влияет он или нет, пусть подаст в отставку. Если он, он считает нормальным, чтобы в центре Москвы, на улице Горького, как называлась эта улица при советской власти, ходили люди в форме НКВД. А я вам скажу, вот я нашла следователя Вавилова Хвата, он, это же вот на улице Горького, это же были дома НКВД, которые шли от Маяковки. Магазин «Динамо» был знаменитый около метро Маяковского. Это был дом, где жили следователи НКВД. Это же люди, у которых руки не просто по локоть в крови, они должны были бы хлеб отхарковать кровью чужой. Сейчас прервемся. Особое мнение Евгения Альбатс, мы скоро вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Это особое мнение Евгения Альбатс. У меня тут в руках журнал «Нью Таймс» от 25 апреля 2011 года. И уже тогда на обложке этого журнала были с одной стороны Медведев и Путин, а с другой стороны Алексей Навальный. О нем, собственно, мы сегодня всю программу практически и говорим. Но все-таки про реакцию власти. Песков тоже прокомментировал, что вроде как гражданская оппозиция это прекрасно, но провокаций мы никаких не допустим. Как вы считаете, с вчерашнего дня власть для себя вынесла что и к чему готовится? Я думаю, что власть не обладает, власть понимает, что ей не хватает информации с земли. И отсюда страхи. У них нет социологии нормальной. Они, все, что, то, что я вижу, то, что выкладывают их социологические службы, но это просто невозможно. Это видно, что они просто совершенно не понимают, какие процессы идут. Они напуганы, потому что они совершенно не ожидали. Им казалось, что 26 марта они там кого-то поколотили и дали, значит, по несколько суток и забрали столько людей в автозаке. А вдруг 12 июня все опять повторилось. И они вдруг поняли, что так и будет повторяться. Они совершенно к этому не готовы. Им казалось, что поскольку они контролируют телевизор, то они контролируют мозги. И вдруг оказалось, что они контролируют, они, конечно, контролируют людей старшего поколения, но они совершенно не контролируют тех, кто давно выключил их телевизор. Я думаю, что сейчас во власти будут бороться две тенденции. Одна будет говорить, надо все сейчас бараний рог всех посадить, заткнуть, закрыть и так далее. И, собственно, то, как вчера вырубали трансляцию ФБК. Ну вот на каком, подумайте только, на каком основании вчера вырубили трансляцию, которую вел фонд борьбы с коррупцией. в 176 городах люди вышли на улицу. Почти во всех акция была разрешена. Леонид Волков начал вести трансляцию, поскольку я его слушала, в 6.30 утра. Мне было интересно, что делается на Дальнем Востоке. Они предприняли всяческие усилия, чтобы люди не вышли. В той же Казани митинг разрешили в 7 утра. Еще раз, в 7 утра. Я даже вообще не понимаю, как это можно. И в 35 километрах от части города. И люди пришли. В Томбове разрешили на кладбище. Что удивительно. Да, и люди пришли и много. А в Томбове им предложили место на кладбище. Ну, это вообще уже все за пределом добра и злота. И берут, вырубают трансляцию, вырубают интернет, вырубают свет. в бизнес-центр и на каком основании, почему. Это говорит о том, что они, конечно, не знают, как им реагировать. Они совершенно не понимают, как будет развиваться ситуация дальше. Вот я думаю, что либо мы увидим, ну, сейчас, во-первых, надо будет послушать, конечно, очень любопытно, сумеет ли Путин, заставит ли себя, хватит ли у него, чего же там должно хватить, чтобы он произнес фамилию Навальный. 15-го числа, когда будет прямая линия. Вот это будет очень любопытно, что он скажет и так далее. Но дальше будет перерыв, лето, и дальше мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация уже в октябре-ноябре. Либо победят сторонники жесткой линии, и тогда будут хватать, закрывать и так далее. Либо они всеми силами будут пытаться сохранять лицо до марта 2018-го года. При этом Владимир Путин как не торопится предвыборную кампанию начинать свою. А значит, нет, это неправда. Предвыборная кампания его давно идет. Собственно, на Петербургском... Фильм Оливера Стоуна? Не только. И фильмом Оливера Стоуна, и его выступлением на Петербургском экономическом форуме, который был, там же ничего больше не было. Там было единственное, что это, вот было это выступление Путина со всеми этими присказками и так далее, которые все растиражировали. Она идет, конечно, это предвыборная кампания, но зачем ему раньше-то объявлять? Пока он себе может позволить. Он, так сказать, он царь, который на самом деле ни с кем совершенно не собирается соперничать. Он стоит над сваткой. Он человек, которого все боятся. Он, так сказать, людям с состоянием в миллиарды долларов говорит вольно. Понимаете, они покорно садятся. Лакеи. Зал Лакеев был на Петербургском экономическом форуме. Он им сказал волн, и это лакеи сели. А эти лакеи стоят по сотне миллионов и миллиарды долларов. Надеюсь, они не поняли слово вольно. Они все отлично поняли. Там было не так много, между прочим, иностранцев. Это в основном все были наши. В основном все были чиновники. Это уже форум чиновников. И они, мы это, как раз мы все это хорошо видели. Понимаете, но это не имеет никакого отношения к тому поколению, которое теперь выходит на улицу. И ведь важно, что оно выходит не только в Москве и в Питере, как было в 11-м и в 12-м. а то, что люди выходят по всей стране, и эту пасту точно не затолкать обратно в тюбик. Вот это же принципиально важно. Поэтому я думаю, что сейчас Кремль будет чесать репу и думать, как же быть в ситуации, когда явно страна зашевелилась. что вот эта спячка, в которую погрузили страну после 6 мая 2012 года, что эта спячка закончилась. И они оказались совершенно в новой для себя ситуации. Ну, сейчас за лето они как-то смогут собраться. Я не знаю, понимаете, я не вижу там умных. Вот чем педа. Так что посмотрим. Евгения Альбас, в программе «Особое мнение». Еще хочу успеть с вами обсудить дела вроде как нероссийские, но с Россией тем не менее связанные. Бывший глава ФБР Джеймс Коми дал показания против Дональда Трампа в Сенате. Вы наверняка следили за... У нас на сайте висит материал, да. Что самое важное в этом выступлении? Ну, вы знаете, самое важное в этом выступлении, что что Трамп, судя по всему, не сказал ничего такого, что можно было бы расценивать как прелюдия, что можно было бы, позволило бы его оппонентам начать процедуру импичмента. Он действительно, так сказать, Коми сказал, что ему хотелось бы, чтобы дело против Флина было прекращено, но если вы посмотрите разъяснение ведущих юристов Америки, они говорят о том, что это консонное право. Президент, он имел право это сделать. Значительно хуже это та утечка из National Security Agency, из американского ГРУ, о том, о том, что российские хакеры в 39 штатах вскрывали компьютеры и получили доступ к компьютерам избирательной системы. Вот это значительно серьезнее вся история. Я не думаю, честно говоря, я думаю, что было очень много ожиданий от показаний Коми в Конгрессе и в общем скорее это пшик. Разочарование. Ну не разочарование, но конечно всем же хочется акшен, хочется же увидеть, как американская демократия устроит импичмент еще одного. Поедает президента. Президенту, да. Тут наш слушатель Игорь спрашивает Евгения Марковна, а зачем нам всем показывают то, что интересно только Оливеру Стоуну? Вообще вот этот фильм насколько лично вас интересует? Там уже какие-то тренировки? Меня очень интересует. Я еще его не видела, откровенно говоря, и я его предпочту смотреть на Первом канале, потому что я не хочу догадываться, что Путин сказал по-русски в английском переводе. Я всегда то, что сделано по-английски, всегда смотрю, там, где говорят по-английски, смотрю по-английски, русское интервью, конечно, я буду смотреть по-русски. Мне очень интересно, мне будет интересно, какие вопросы Стоун задавал, мне интересно, как он отвечал, поскольку я много помню интервью с Путиным, мне будет интересно посмотреть, как менялись его ответы. Конечно, это час предвыборной кампании Путина, и мне любопытно, какую он будет понять, какие месседжи он будет пытаться донести до своего избирателя. Мы знаем, что избиратель Путина это прежде всего женщина 60+. Это, так сказать, основное его, то, что лежит, так сказать, в основе его ядерный лектор. Ядерный лектор. И ужасно интересно, как, вот что он хочет людям сказать. Я для этого смотрю Киселева, чтобы понять, что Кремль хочет сказать своим послушникам. Так что, нет, мне кажется, будет очень интересно. Ну, а сейчас что вы видите? Кремль по-прежнему скармливает историю с Украиной и вражеской Америкой? Ну, стало значительно меньше. Во-первых, Украины совсем стало мало. Конечно, потом, у них сейчас большая проблема с Украиной, потому что безвизовый въезд в Европу это мечта тех примерно 10% жителей России, которые ездят за границу, чтобы бесконечно не ставить себе эти отметки, не получать все эти шенгены и так далее. И Порошенко этого добился. Это, конечно, очень сильный ход, потому что, строго говоря, всякая геополитика, она, в общем, забывается, а люди ведь помнят о практических вещах, прикладных. Но мне кажется, что Кремль значительно меньше стал говорить об Украине, просто потому, что не очень понятно, ну, что, мы уже всем рассказали 150 раз, что там сплошные фашисты, и что там все плохо, и страна загибается. Она так загибается, загибается, но как-то удачно при этом получает доступ в Европу. Ну, надо же повестку чем-то заполнять, очевидно, внутренними проблемами заполнять ее не будут. Нет, но там вообще практически нету России. Там у программы Киселева, ну, я понимаю, что наши слушатели практически не смотрят эту программу, я вам скажу, там обязательно есть очерк о какой-нибудь области. Это совершенно советское кино, абсолютно. Это о том, как пятилетка в три года, догоним и перегоним, значит, наша сила в плавках, место коммунистов под землей, в смысле, в шахтах, ну, и так далее. Это очень смешно смотреть, для меня это абсолютная ностальгия. Наша слушательница Лора пишет, я женщина 60+, не обижайте меня. Разные литературы. Да я тоже 58, и чего? Ну, я тоже, Путин не мой герой. Но я вам говорю о социологии. Социологии, которой не так много осталось, но, тем не менее, как-то на нее все-таки ориентируются и продолжают верить. Ну, это не вопрос веры. Понимаете, социология показывает тренды. Там вообще с цифрами очень плохо. Хорошая социология, она смотрит, что влияет, что от чего зависит, как это влияет в разных демографических группах, особенно, если отсекаются социологические шумы и так далее. Но это у нас нет вообще. Спасибо большое. Особое мнение Евгения Евгения Альба Евгения 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 Евгения